Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущих, с вами Александр Шадов. Детей от пяти лет до двадцати, пишет он, обучают только трем предметам – ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду. Наигнуснейшим пороком, продолжает Геродот, почитают они ложь, а вторым после сего – быть в долгах. Как по многим другим причинам, так и потому, что должнику всегда необходимо бывает лгать. Нравственный кодекс персов вовсе не был в этом пункте уникальным явлением. Убеждение, что правдивость является высочайшим моральным императивом, мы находим в основании всех мировых религий и большинства философских учений. Вот, первый аргумент вы, наверное, услышали. Он, ну, вы видели уже там много воды, про персов, но это все не так важно. Это лирика. Основной существенный аргумент таков. Убеждение, что правдивость является высочайшим моральным императивом, мы находим в основании всех мировых религий и большинства философских учений. По сути, на этом тезисе будет держаться, ну, на этом аргументе будет держаться вся доказательная база статьи. Последующий. Но проблема в том, что это в корне неправильный тезис, аргумент, точнее. Это абсолютно неправильный аргумент, и даже если мы будем рассматривать только мировые религии, только мировые религии, там дела будут обстоять значительно сложнее. Давайте обратим внимание на то, что вот Олег, Олег, он как бы кандидат философских наук. Но при этом он использует такие фразы, как высочайший моральный императив. А у этого слова, в общем-то, в это сосочетание есть определенное значение, тем более с эпитетом высочайший. Ну, то есть, один из самых главных моральных императивов. Это вообще три разных слова, которые, в принципе, да, соединяются в некоторых лишь теориях философских и, ну, Кант. Кант, конечно, прежде всего, это кантовская теория. И там действительно правдивость является высочайшим моральным императивом. А находим ли мы высочайший моральный императив, вот этот вот, который пользуется невероятным почтением и находится на первом месте, например, в иудаизме? Нет. Десять заповедей, вспоминаем десять заповедей. Первые несколько заповедей посвящены, в общем-то, вере в Бога. И, в общем-то, нельзя предавать Бога, нельзя, в общем-то, ничего с Богом делать. Бог. Первые пять заповедей просто про Бога. А потом не уби, не укради, не возжелай там жены своего, не прелюбодействуй. И в конце, в конце, единственная заповедь, десятая и последняя, последняя заповедь в иудаизме, среди, в общем-то, десяти заповедей, она как раз относится, так или иначе, ко лжи. Не лжесвидетельствуй. Не лжесвидетельствуй, не лги, нет, не говори только правду, а не лжесвидетельствуй. Это чисто юридическая формулировка. Ну, то есть, в данном случае запрет на ложь распространяется только, ну, такой радикальный более-менее, и то он занимает десятое место среди других запретов, других таких высочайших моральных императивов, он занимает только десятое место. И то он не касается лжи как таковой напрямую. Он затрагивает определенный тип лжи. То есть, ложь, произнесенную, в общем-то, на суде, так скажем, во время разбирательств. Вот вы пришли к Соломону, так скажем, разбираться, кто прав, кто виноват. Если кто-то из вас лжесвидетельствует, ну, то он грешит, он не молодец, он плохо поступает. Ну, что дальше? Давайте рассмотрим, теперь перейдем к христианству. Ну, христианство мы имеем те же самые десять заповедей, и плюс к этому семь грехов. Можно, конечно, копать глубже, но чем глубже мы поковаем, тем дальше мы отходим от высочайшего морального императива, который бросается вот на нас просто вот сходу. Мы как только начинаем знакомиться с этой религией, сразу на нас должен наброситься этот императив не лги. Но в христианстве такого тоже нет, потому что уже вышеуповядутые десять заповедей тоже включены в христианство. Не лжесвидетельству это не является не лги, и это не значит «говори правду всегда и везде», как это делали персы. Нет, нет, это совершенно не так. Но и среди семи смертных грехов нет ни одного, который так или иначе относился бы ко лжи. Ну, вот кушать вкусно нельзя, да, вкусно, с удовольствием кушать запрещено, это чревоугодием будет, это смертный грех. А ни лги нет, нет, нет такой заповеди, к сожалению или к счастью, нет такого запрета. Лжец не является смертным грешником, так скажем. Ну, конечно же, может быть. Олег мог бы привести нам в пример известную, потрясающую, божественную комедию, в которой лжецы действительно находятся довольно-таки низко где-то там в аду. Но это все равно не так уж и многое значит. Мы можем вести спор о том, какое значение ложь и, соответственно, правда имеют в рамках христианской религии. Иудаизма. Мы можем об этом говорить, мы можем об этом беседовать и можем придавать им различные значения. Вот в чем дело, это дискуссионный вопрос. Мы не можем сказать, что вот в этих вот ключевых двух мировых религиях правдивость является высочайшим моральным императивом. А вот если вы не будете верить в единого бога, вот это вот будет уже как бы плохо. Это очень плохо будет. Это прям прямым текстом сказано, что все, в рай дорога вам заказана. Даже если вы были абсолютно правоверным человеком, никого не убивали, ничего не воровали, но вот в рай вы не попадете. Только вот с ложью все значительно сложнее. И вообще история лжи, это дело, ну, невероятно сложное. Очень странно, что Олег игнорирует вот эти вот все факторы. Ну, с исламом практически то же самое, что и с другими авраимическими религиями. Теперь буддизм. Мы, кстати, с Олегом в его паблике спорили об этом, спорили о том, что вот он говорит. Видишь, в текстах, в определенных вот текстах, есть пять сводов правил. В смысле, пять правил определенных, которые должны исповедовать все, кто входит в общину буддийскую. Да, да, но как позже напишет Олег, в этой же статье буддийские, так скажем, вот эти вот правила, это не этические каноны, это не этические императивы, тем более не моральные, они не высочайшие никакие. Они нужны сугубо для практики. Я хочу стать просветленным, вот, вот я хочу стать просветленным. Для этого мне лучше не лгать, лучше не лгать, потому что я испорчу свою карму. Это не моральный императив. А, при том, со мной согласны многие исследователи, в данном случае исследующие непосредственно, непосредственно Индию и непосредственно буддизм. Например, Андрей Вселдыч Парибак, у которого я, кстати, учился в свое время в магистратуре, и у которого я, собственно, и изучал буддизм и различные его аспекты, различные аспекты индийской философии. Он тоже уверен в том, что никаких моральных императивов в буддизме нет. Ну, что это практическое учение. Это учение, которое, вот, вот, у нас есть цель, и мы должны ее достигнуть. И в данном случае цель оправдывает средства. Притом, очень важный аспект. Буддисты, сами по себе буддисты, в различных текстах позволяют себе лгать. В джатаках, например, это происходит периодически, вполне так, без проблем. А если мы хотим привести кого-то к нужному правильному учению, к нашему буддийскому, смысл врать вполне имеется. Более того, запрет на ложь, запрет на убийство, запрет на изнасилование, запрет вообще на все, что угодно, снимается с просветленного. Просветленный, поскольку этот человек достаточно мудрый, поскольку этот человек достаточно уже, вот, ну, просветленный, собственно, он достиг определенного уровня. Он имеет право решать, что делать. Есть также такое сказание, согласно которому один из просветленных внезапно узнал, ну, ему, в общем, пришла информация, так скажем, из космоса, что очень хороший, прекрасный человек вот недавно погиб. И чтобы он переродился в человека, нужно, чтобы вот этот человек был зачат прямо в тот самый момент. И вот просветленный взял первую встречную девушку и изнасиловал ее, чтобы у нее родился ребенок. И, соответственно, в общем, да, сбылось вот это его предсказание. Ну, то есть в буддизме это как бы вот так происходит. Все вот эти вот моральные запреты, они снимаются с самых высших существ, которые существуют в этом буддизме непосредственно. В христианстве, например, наоборот. Вот чем выше по ступеням, в общем-то, находится священник, тем больше, по логике, он должен испытывать морального давления. И больше моральных различных императивов должны на него влиять. В буддизме это не так. Тем более в буддизме, например, Матхиамаки. Вот у нас есть большая колесница. Большая колесница, колесница, малая колесница. Большая колесница, она большая не только из-за того, что она хорошая, замечательная и прекрасная. Она еще большая, потому что она действительно больше всех остальных. Это совокупность учений, больше других совокупностей учений. Так уж случилось. Так вот, это в большой колеснице есть тоже такое большое значительное деление Матхиамака. Представители Матхиамаки вполне во время споров могли врать, чтобы победить оппонента. Поскольку в Индии споры велись на переход одного человека в другое учение. Если ты проиграешь в споре, мой друг, то ты должен будешь перейти из своего учения в учение оппонента, например. Чтобы он тебя учил. Потому что ты не смог победить его в споре, потому что ты не очень умный оказался в данном споре и проиграл. В данном случае буддисты, Матхиамики могли пользоваться всевозможными уловками. Могли создавать какие-то ложные концепции, которые могли бы побить концепции противников. Но при этом это не буддийские концепции, понимаете, да? То есть они врали. Они напрямую врали. И это, в принципе, было нормально. Относительно буддизма, да, такие правила, правила из пяти, в общем-то, запретов, они имеются. И пятый из них, опять же, пятый, ни первый, ни второй, ни третий. Именно пятый это ложь. Да, лгать лучше не лгать. Потому что тогда будет испорчена речь. Но здесь ситуация тоже обстоит значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Олега вводит людей в заблуждение, потому что вот с таким тезисом, таким аргументом доказать тезис было бы, ну, значительно проще, действительно. А то же самое и с большинством философских учений, кстати. Вы понимаете, я уже 10 минут разглагольствую вот этой одной маленькой фразочке, которая является ключевой в данной статье. Но она настолько ложная, она настолько неправильная, что говорить о ней, ну, можно просто вечно. Потому что автор непосредственно врет и показывает нам свое незнание в религиоведении, культурологии и истории философии одновременно. Потрясающе просто. Большинство философских учений, да, для большинства философских учений правдивость является высочайшим моральным оперативом. Нет, ну, серьезно, может быть. Ну, ладно, Ницше. Ницше действительно высказывался таким образом, что врать хорошо. Ну, потому что вот челядь, челядь, ну, то есть низкие люди, стадо, толпа, хотят, чтобы вот мы с ними говорили честно. Потому что они хотят узнать наши мысли, по сути. И почему высокий человек, то есть сверхчеловек, почему человек благородный должен выражать свои мысли без обмана перед низкими людьми? Интересный вопрос. Притом сам Олег очень часто апеллирует к вот этому феномену толпы, понимаете? То есть такая мешанина у него происходит в голове, феерическое философское, что не может составить какое-то адекватное мнение. Он то против лжи, то против толпы, он против вот всего плохого и за все хорошее, конечно же. Ну ладно, Ницше. Ницше, постмодернисты, уже очень такой большой пласт. Ладно, Секацкий, который написал книгу «Онтология лжи», которую мы будем тоже апеллировать, и которую Олег, к сожалению, не читал тоже. Это философская как раз книга, на которую можно было бы опираться. И это диссертация кандидатская Секацкого, известного философа, медийного. Ну, и она хорошо написана. В отличие от большинства книг Секацкого, она написана хорошо. И ее стоило бы прочитать. Особенно записывая статью вот на вот эту вот замечательную тему. В чем сила правды, брат? Как бы, да. Когда смотришь фильмы 90-х и оттуда черпаешь свое философское вдохновение. Так вот, ну ладно, ладно, Ницше. Ницше нигилист. Ну, шутка, шутка, Ницше не нигилист. Штырнер тоже, ладно, Штырнер. Штырнер, ну, Штырнер точно нигилист. Ницше, он отрицает христианскую мораль, отрицает вообще много всего. И у него галитарный взгляд на мир. Не надо, не надо нам Ницше. Но вернемся в Древнюю Грецию. Вернемся в Древнюю Грецию. А что говорит об этом Сократ? По сути, один из самых знаменитых философов. И причем не просто Сократ, а Сократ это говорит через Платона. То, что есть определенная иерархия. Лучше уж быть разумным и врать, чем быть неразумным и говорить правду. То есть, если вы разумный, то ваша правда, то, что вы говорите, может оказаться истиной. Это вполне вероятно. Ну, то есть, вы умный человек, вы это обдумали. И, скорее всего, вы обладаете истиной, но при этом врете. Ну, такой себе недостаток, то, что вы врете. А с другой стороны, если вы дурак и говорите правду, вы в любом случае излагаете ложь. И ничего из этого путного не выйдет. То есть, у Сократа и у Платона, соответственно, такая интересная иерархия. Лжи. Ложь, они как бы немножко принижают. Это не такой уж и большой порог, оказывается. Есть вещи значительно хуже, чем ложь. Ну, например, быть неразумным. Быть неразумным значительно хуже, чем быть лгуном. Интересно? Интересно. Опять же, мы столкнулись с таким каноническим примером того, что Олег не прав. Я понимаю, что он не читал диалоги Платона, вероятно, в принципе. Но что уж тут поделать. Либо очень плохо читал. Ну, вот, большинство философских учений, оказывается. Замечательно. Ну, на самом деле, в самом прямом смысле, бесспорно, можно сказать, что правдивость является высочайшим моральным императивом в учении Эммануила Канта этическом. Да, так можно сказать. Потому что, во-первых, Канта ввел понятие моральным императивом. Им пользовался, его развивал. Он был, можно сказать, определенно, так, это действительно так. И высочайший именно у Канта, да. Определенно, именно правдивость является высочайшим моральным императивом у Эммануила Канта. И, скорее всего, у некоторых других морализаторов. Но у большинства философских учений. У большинства? Не знаю. Причем именно такая формулировка высочайшим. То есть высочайший стандарт, высочайший моральный императив. Недостаточно сказать там где-то там между строк «не лги». Нет. Нет, это так не работает. Ладно, продолжим. Дальше будем комментировать поменьше. Ну, просто вот это был настолько колоссальный косяк, что его разбирать можно, ну, просто часами. Но можно ли считать подобные призывы простым норовоучением, способствующим, как и всякая мораль, выгодам не конкретного индивида, но скорее общества? Так. Ну, слово «мораль», может быть, да, можно отнести к обществу. Но все-таки этические концепты, они не все направлены на общество, на благополучие общества и так далее. Некоторые этические концепты могут быть направлены на выгоды и счастье конкретного индивида. И это тоже встречается во многих философских учениях, между прочим. Разумеется, это в интересах группы, если входящие в нее люди отличаются честностью. Поскольку... Ну, то есть это надо доказывать. Это не какое-то утверждение, которое является истинным само по себе. Поскольку означает, что они предсказуемы и выполняют свои обязательства. Ну, предсказуемость, как нечто, входящее в интересы в группы, как выполнение своих обязательств. Причем, не обязательно, что человек лгущий, лгун, не выполняет своих обязательств в принципе. Врать-то человек может по тем аспектам своей жизни, по тем аспектам чужой жизни, которые в принципе не касаются его обязательств. На них можно рассчитывать, оказывать им помощь и получать ее. Также лгущий человек может... На помощь лгущего человека можно рассчитывать, можно оказывать им помощь и получать ее в ответ, а лгущего человека без проблем. Я думаю, любой из людей, который сейчас смотрит данное видео, когда-либо лгал. И это определенно не значит, что он лжет во всех абсолютных ситуациях. То есть, тезис Олега был бы верным, если бы человек, лгучий в чем-то одном, в двух, в трех, в четырех, в десяти, в двадцати, лгал бы абсолютно во всем. Но это неверный тезис. С ними можно заключать сделки и координировать усилия, не опасаясь удара в спину. Как и с любым человеком, который лжет, ну не считая крайних проявлений, вроде сказочных персонажей, вроде мальчика со спичками... Нет, девочка со спичками, нет, простите. Это мальчик, который про волков кричал, да. Вот этот мальчик, который про волков кричал, вот он пример крайний, радикальный. Это мальчик, который всегда врет, якобы. Это сказочный персонаж. Вот если, да, сказочным персонажем такое вот не прошло бы, мы бы не могли на него рассчитывать, оказывать ему помощь, заключать с ним сделки, координировать усилия и не опасаться удара в спину внезапно. Удар в спину, это как Брут, да, всадил нож, в общем-то, Цезаря, ну да. Но если это образно, конечно, сказано, удара в спину, ну, плюс-минус. За счет чего повышается сплоченность группы, ее синергическая эффективность как во времена войны, так и во времена мира. Правдивость, таким образом, есть форма взаимности. Не всегда. Ну, то есть правдивость, правда, может ранить человека, например, может донести ему увечья, может заставить его убить себя, например, почему бы и нет. А правдивость не так уж и хороша, как могла бы показаться на первый взгляд. Но проблема-то, опять же, в том, что ложь это тоже определенная форма взаимности. Она может восприниматься как форма взаимности. А взаимный обман, он вполне так себе дминирует в обществе. Взаимная вежливость, вежливость, да, определенное проявление взаимности, но чаще всего вежливость это ложное чувство, это чувство, проистекающее из лжи. Если бы люди относились друг к другу так, как они думают, как следовало бы относиться к другим, ну, то это было бы не очень весело другим людям. Ну, то есть, вы понимаете, ложь пронизывает все наше общество, и это вполне так себе адекватно. И надо работать с этим фактором. Надо определять, как возможно правдивость в обществе лжи, например. Вот это была бы интересная тема, определенная. А вот это вот какие-то сказки детские, непонятно на чем основаны. И продолжаем. А последнее представляет собой саму суть протоморали многих млекопитающих. Протомораль многих млекопитающих, это тоже смешно. Протомораль. Ну, простите, здесь просто вообще ничего не доказано. Просто мужик придумал протомораль млекопитающих. От крыс и волков до шимпанзе, понимаете? У них есть протомораль. У людей-то нет какой-то вживленной морали, вот в чем проблема. И это вполне так себе показали многие мыслители, включая Ницше. Это показывают ежедневно преступники, которые нарушают мораль человеческую. Это показывают целые нации, целые культуры, что нет никакой единой у людей морали. Откуда она возьмется у крыс, волков и шимпанзе? Просто бум! От крыс и волков до шимпанзе и хомо сапиенс. Напротив, чем меньше градус правдивости и взаимности в группе, тем хаотичнее и бессильнее она. Тоже определенно ложь. То есть это ложная информация. Ну, например, СССР. Он на чем строился? Он строился на сокрытии информации определенной и на определенной лжи и пропаганде. При этом командная экономика это коллективистская экономика. Это мир коллективизма, где существует коллективы, где существует большая взаимность в группе. И она наименее хаотична. И в данном случае наименее бессильна. Но, по крайней мере, она настолько бессильна, что смогла победить нацистов. Строись на лжи. Пам-пам-пам, как бы. Исторический пример вдруг внезапно врывается в конференцию и побеждает, да? Ну, то есть данный тезис, он вообще никак не доказан. Чем ниже градус, меньше градус правдивости и взаимности в группе, тем хаотичней и бессильней она. С чего бы это? Ложь порой укрепляет. Взаимная ложь укрепляет. И самообман еще в большей степени укрепляет общество. Если бы люди не лгали друг другу, если бы люди говорили друг другу постоянно правду, скорее всего, они бы отталкивали друг друга, по сути. Ну, то есть ты видишь человека и ты говоришь ему, ты урод, ты просто урод, я так считаю, я говорю правду, я правдивый человек, понимаешь? А ты урод. Как бы он относится к этому? Очень, очень бы хорошо. Я думаю, здесь бы сыграла определенная степень рандома. Он мог бы меня ударить, например, или, там, не знаю, расплакаться, убежать, убить себя, не знаю, все что угодно мог бы сделать человек, если бы ему постоянно говорили вот эту правду. Интересно, но в сказочном мире Олега как бы все это не так. Входящие в нее единицы неохотно объединяют усилия и находятся в постоянных конфликтах. Ну, это тоже не так. Про сути, все общество строится на лже, как ни странно. Мы вряд ли найдем какой-то правдивый аспект в любом политическом устройстве. Очень много лжи, везде очень много лжи, и это нормально. Притом, автор не может, видимо, смириться с тем, что это нормально, он не хочет увидеть, закрывает глазки, такой, нет-нет-нет, лжи никакой нет. В буддизме нет лжи, в буддизме никто не врет, в христианстве тоже никто не врет. Это все мораль и высокий императив, правдивость, да. Но на самом-то деле это все не так. Вот, и теперь дальше про природу, конечно же, природу. Ну, просто Олег, он еще, видимо, по совместительству нейробиолог и биолог, хотя нет. И он будет нести сейчас чушь про различных животных и индивидов. Он же не получал степени философской, понимаете, он степень биологической получал. В природе достаточно пары аморальных индивидов, то есть не играющих по правилам взаимности и не учитывающих групповой интерес, чтобы вся группа быстро дошла до вымирания. А вот здесь относительно Секацкого, кстати. Текст «Онтология лжи» обязательно прочитайте, если вам интересна тема лжи. Так вот, он говорит, что в природе ложь невозможно. Просто невозможно. Не потому, что вот почему-то вот у автора может ложь здесь возникнуть, понимаете, да, в природе. Животные, они как бы не говорят. По крайней мере, не общаются друг с другом. Все формы общения животных не подразумевают обмана. Они существуют, как бы, получается. Я, конечно, не буду наверняка утверждать, но, по крайней мере, имеются основания полагать, что это так происходит. Обратного пока что никем не доказано. Так вот, чтобы была возможность лгать, нужно иметь, раз, мысль. Два, нужно иметь возможность передать эту мысль. Три, нужно иметь возможность выразить какую-то мысль, которая не соотносится с вашей мыслью, и тем самым обмануть другого человека. Или животное в данном случае. Животные, по-моему, так не могут. И Секацкий это отлично разбирает. На примере кукушек и прочих животных, которые пытаются подбрасывать своих детенышей, это не является в прямом смысле обманом. Ну, то есть, это не ложь. Это не имеет даже, наверное, никакого отношения ко лжи. Но это условно можно так назвать. Ну, ложь. Ну, кукушка. Ну, типа, она обманывает. У кукушки природа такая, по сути. Получается, что она подбрасывает своих детенышей в гнезда. Ааа, и ложь, ложь, ложь. Здесь очень натянуто можно говорить, что ложь здесь имеет смысл, какое-то значение. Но даже если имеет, кукушка, наверное, прекрасный пример. И вот дофига, дофига кукушек существует. И почему-то ее вид не вымер, хотя он строится на обмане. Ааа, ну, мог бы строиться на обмане, если мы уж так пытаемся такие какие-то метафоры очень такие забавные притянуть. К сожалению, это интересно, да. В качестве примера можно взять наших ближайших сородичей и шимпанзе. Порой они проявляют чудеса эмпатии и взаимопомощи. Но у них есть и темная сторона. Они не брезгуют отбирать еду и воровать даже у собственных детенышей. Им знакома месть, жестокость, война за власть. А время от времени они прибегают к убийству и поеданию себе подобных. К каннибализму. Когда в обезьянном сообществе заводятся те, кто бесконтрольно обращают эти темные инстинкты против собственных членов, всему сообществу приходит скорый конец. Ну или этих членов убивают, вероятно. Ну, тех, кто вот плохо себя ведет. Причем, заметьте, как бы, тут небольшая подмена понятий происходит. Это очень важно понимать вот эту подмену понятий. Когда в группе обезьян появляются убийцы, каннибалы, воры, в общем, да, преступники, так скажем. Животные действительно могут убивать друг друга, есть друг друга, отбирать друг у друга еду. И действительно это ведет к физическому уничтожению группы. И это физическое уничтожение группы можно остановить с помощью убийства вот тех самых членов, которые делают плохо. То есть даже в любом случае это можно исправить. При наличии даже пары таких индивидов, как было обозначено выше, напоминаю, да, достаточно пара аморальных индивидов. Но это все чушь. Пару аморальных индивидов уничтожат десятки моральных, так сказать, моральных индивидов. Моральные шимпанзе подойдут и скажут ему, ты чё, ты чё не по нашим понятиям живешь? И, в общем-то, и забьют это. Злую, плохую, темную шимпанзе. Ну вот проблема-то в том, что лжи в списке-то нет. Биологи вряд ли будут рассуждать о том, ну вот, смотрите, это шимпанзе обмануло вот эту шимпанзе. И в итоге группа вымерла. Ну вы понимаете, да, вся фишка? Автор перемешивает понятие лжи, убийства и каннибализма. Убийство и каннибализм напрямую уничтожают группу. А ложь? Ложь. Ложь нет. Ложь может способствовать ее выживанию даже. По крайней мере, это видно на людях, а не на шимпанзе. Продолжаем. В первую очередь выживают, следовательно, группы с высокой внутренней солидарностью и честностью. Ага, да. Потому до наших дней сохранились общества с такими религиями, которые ее проповедуют и стараются усилить. Особенно буддизм. Остальные уже давно сгинули. Ой, уже давно сгинули. Тоже интересно. А почему нитшанство до сих пор существует? Почему до сих пор существует постмодернизм, а как даже не философское течение, но как группа определенных мыслителей, которые в принципе допускают ложь? Почему исследование лжи сейчас становится достаточно популярным? В философии, например, философские учения до сих пор не сгинули, которые в принципе допускают ложь. Эгоизм до сих пор не сгинул. А эгоизм тоже может подразумевать ложь. Гедонизм тоже не сгинул, он тоже может подразумевать ложь. Да и в принципе христианство тоже не является радикальным противником лжи. Вот вкусно покушать нельзя. Сладострастью предаваться нельзя. Унывать нельзя. Нельзя унывать. Ни в коем случае унывать нельзя. А вот лгать... Плюс-минус. Это не то, чтобы нечто позитивно оценивающееся в христианской культуре. Определенно это оценивается негативно. Но сказать, что христиане усиливают, стараются усилить правдивость. По-моему, нет. По-моему, таких вот вещей я в христианстве не замечал. По крайней мере, это не так уж и явно. И в Библии это такой вот красной линии не прослеживается. Тем более в истории христианского богословия, в истории вообще христианства, это тоже не прослеживается вот так, чтобы вот с ложью все было очень строго. Вот прям невероятно строго. Конечно, это нехорошо. Конечно, это нехорошо. Это оценивается негативно. Но в ад попасть за некоторое количество лжи все-таки нельзя. Так, стараются усилить. Остальные уже давно сгинули. Но это только по тем религиям, которые являются мировыми. И огромное количество религий вообще-то еще не сгинули. Они просто не являются мировыми. Они доминируют на тех или иных локациях. И это тоже вполне нормально. Продолжаем. Письмо 49-е. В чем сила правды и как она делает нас свободными? Геродот – отец исторической взаимодействия. Но подобные наблюдения совсем не исчепывают глубины предмета. Более высокий уровень постижения ее ценности именно для индивида, а не только для общества, был доступен великим мыслителям и пророкам. Начиная от Заратустры, Будды, Лаудзы, Сократа и Иисуса. Хотя они никогда не формулировали этого ясно. Оно было доступно, часто в полуинтуитивной форме. Практически... Да, они не формулировали этого ясно. Вот что важно понимать. Очень важно понимать, что они не формулировали этого ясно, а потому все предыдущие аргументы данного товарища, они аннулируются. Вот это главный аргумент, он в ноль уходит, определенно. Практически всем монашеским и духовным движениям Индии, Китая, Ближнего Востока и Греции, где повсеместно существовал запрет на произнесение лжи. Запрет этот... Повсеместно существовал запрет на произнесение лжи в Китае. В Китае, особенно в Чань, Буддизме он, конечно же, существовал. Ну, определенно, это очень осмысленное такое течение, которое, ну, тоже вот прям вот не приемлет ложь. Очень логичное, очень такое правдолюбивое. В Китае тоже определенно существовало. И в Индии определенно, в Буддизме, особенно в Буддизме. Но в целом я не знаю. Запрет, он не такой уж и строгий. Вот в чем проблема. И это все, что вот здесь произносится. Сократ, особенно Сократ, ну, товарищ, к сожалению, плохо читал Сократа, ну, вот печаль, Сократ. Платона плохо читал, и вот что из этого вышло. Оно доступно часто в полуинтуитивной форме. Вот в полуинтуитивной форме мы и пишем статьи. Полуинтуитивная форма, мыльем водищи, там, мартышки, шимпанзи. Появляются. Сократ тут внезапно, который вообще этого не говорил. И вот замечательная статья. И буддисты внезапно, у них моральный императив пробуждается. Вот в полуинтуитивной форме что можно сделать со статьей. Этот не связывался с некой греховностью, а был очень прагматическим, холодным расчетом, что особенно подчеркивалось и проговаривалось в ранних йоге, сангхе, буддизме и иных индийских практиках. Подобно, к примеру, половым отношениям, ложь для этих людей не содержала в себе чего-то глубинно порочного. Ну вот, видите, опять же, вот он говорит, высочайший моральный императив в основных мировых религиях, всех, включая буддизм. А потом уже такое противоречие начинается, потому что это уже не высочайший моральный императив. Это практическое доставление. Это не считалось плохим на самом деле. Да, да, видите, какие мы молодцы. Просто она подрывала силы и сбивала с курса. Это было как плохим выбором питания для спортсмена. Если хочешь, пожалуйста, молнии... Вот, определение морального императива, понимаете, высочайшего морального императива. Это как плохое питание для спортсмена. Да. Вот, вот именно так Кант и формулировал. Категорический императив, он именно так и звучит. Ну, вы, ну, знаете, категорический императив, вот когда, ну, ты спортсмен, и ты плохо питаешься. Вот вы поняли меня? Поняли, наверное. И тебя не поразит. Ну, нельзя делать так, чтобы внутри статьи были такие очевидные противоречия. Причем вот этот вот абзац, этот абзац, он действительно похож на правду. Сократа убираем. Сократа к черту, конечно. Сократ здесь вообще не имеет никакого отношения. Сократ, до свидания. С Лао Цзы, наверное, посложнее. Я не знаю. С Лао Цзы надо порыться. Я у него никаких намеков на правду тоже не замечал. С буддизмом все значительно сложнее. С Иисусом тоже сложно. Да. Относительно того, что вот дальше раскрывается. Оно было доступно практически всем монашеским духовным движениям Индии, Китая, Ближнего Востока и Греции. Греции духовным движением, монашеским. Так, где повсеместно существовал запрет? Повсеместно существовал запрет на произнесение лжи. И, ну вот, не повсеместно все-таки, да, здесь плохо, плохо все, плохо все, плохо, он не существовал повсеместно, и запрет этот, он не был запретом даже в буддизме. То есть это не вполне запрет. Это действительно вот, вот-вот написано дальше правильно. Это не нечто глубинно-порочное, просто ложь, она подрывает силы, избивает с курса. Действительно так многие считали. Да, но это не имеет отношения к тому, что к вот этому вот запрету, к запрету на произнесение лжи. Да, были определенные практические рекомендации. Если ты хочешь стать просветленным, тебе лучше не лгать. Если ты хочешь стать просветленным, у тебя есть желание стать просветленным, то тебе надо бы подняться повыше, и для этого ты должен сделать свою речь правильной, ты не должен лгать. Опять же, это практическая категория для буддизма, это практическая категория для всех вот этих вот йоги, санхи и иных индийских практиках. Но тут я тоже, скорее всего, не знаю. Надо тантру изучать, опять же, что там с тантрой связано. Потому что тантра умеет перенаправлять всяческие негативные энергии, всяческие негативные эмоции в позитивные толчки для того, чтобы человек смог просветиться. Я думаю, в тантре, в тантрической йоге и в тантрическом буддизме, в Джираяне существовали практики лжи. Ну, по крайней мере, если они и не существовали, их следовало бы придумать. Здесь я ничего не могу сказать. Скорее всего, я могу ошибаться в данном аспекте, но хотелось бы, чтобы они там были, потому что действительно это логично. Там есть такие невероятные практики, включающие в себя даже педофилию, так скажем, буддистов, понимаете, у непосредственно последователей тантры. А чё ложь-то? Чём с ложью не так получается? Неизвестно. Но в высшей лиге ты уже не сыграешь. Дело в том, что наши созидательные инстинкты, всё, что жаждет верх, противостоит бессмысленному страданию и искажениям восприятия, не является единственной частью личности. Мы суть арена борьбы разнонаправленных сил. Дьявола и ангела? Какого-нибудь, да? Ну и то это чисто христианская такая тема, но сейчас он попробует раскрыть это научно. То-то доказали современные науки о мозге. О, современные науки о мозге! То есть РПЦ! Очередь технологии функциональной МРТ. Хотя это, в общем-то, и так было понятно многие тысячи лет. Стоп! А как это они доказали? Сейчас. Суть арены битвы разнонаправленных сил. Ну, в целом, мы уже смотрели, посмотрим ещё статью, может быть, одну его, как раз там есть раскрытие вот этого тезиса. Ну, статья, она такого же содержания, она имеет точно такую же доказательную силу, там столько же много чуши. И, скорее всего, трактовка Олега об МРТ, она тоже является ложной, потому что всё, что Олег пытается вот трактовать из тех или иных наук, с которыми он никак не связан, ну, то есть это религиоведение, культурология, биология и нейрофизиология, ну, всё это чушь обычно. То есть его трактовки именно неправильные. То есть если бы перед ним сидел настоящий нейрофизиолог, доктор наук, он бы сказал, ты дурачок, Олег, ты неправильно всё это говоришь. Такой примитивный научпоп, когда он обращается к наукам. Это, кстати, большой минус. Примитивный научпоп — это плохо. Плюс ко всему, плохо не то, что это примитивный научпоп. Вообще апелляция к науке, к МРТ, МРТ в соответствии с философией. Но это тоже такая вот чушь. Вот у нас есть МРТ, и МРТ доказало, что лгать нельзя. И у нас разнородные там силы внутри тела. Это забавно. В оккупности эволюционных причин в человеке присутствует много такого, что заставляет его без всякой нужды мучиться, разлагаться, разрушать себя и окружающее. Только ложь не является такой силой. Ложь — это созидательный механизм. В некоторых случаях. Не во всех, но в некоторых случаях это созидательный механизм. То, что подавляет критическую мысль, вынуждает ходить кругами и действовать себе во вред. Ну, про критические мысли вы уже, наверное, всё знаете. Вы, наверное, смотрели кучу моих видео, критическое мышление, я его критикую, и это всё понятно, да? Какая-то наивная, банальная, в общем-то, распространённая чепуха, данное критическое мышление. Нет. Всё это — специфические мозговые модули, нейронные сети, которые в силу устройства нервной системы укрепляются при периодической активации и теряют силу при периодической деактивации. И с ложью как это связано. Когда мы с ясностью увидели нечто в себе или окружающем мире, но мешкаем задержать свой взор, продумать и исследовать, когда открыто не проговариваем это внутри себя и вовне, мы всерьёз рискуем. Мы рискуем, что соответствующие нейронные сети ослабнут, и этот свет покинет столь неблагодарное сознание. Ну, вообще, очень прикольно, что человек, который занимается философией и знает, не знаю, ну, должен знать несколько десятков трактовок внутреннего мира, он апеллирует именно к биологии, к нейробиологии. Но это нелепо. Нейробиологи, в принципе, не изучают философские концепции. Ну, по большей части они не очень, как бы, к ним тяготеют. У них такая чисто материалистическая догматика. И вот у нас Олег, якобы философ, якобы знакомый с философским дискурсом, предпочитает вот это вот. Вот это вот. Притом, ну, действительно, возможно, имеет смысл говорить о том, что мозг и всевозможные процессы, которые в нем происходят, в итоге выливаются в сознание. Да. Но сознание, как отдельный предмет исследования, это все-таки не так уж просто, как обыкновенная совокупность нейронов. Ну, вы знаете, есть у нас, например, железо на компьютере. Железо. С другой стороны, есть софт. А еще есть игры. А если мы пытаемся понять законы игры, мы в нее играем. Да, если мы будем разбирать игру через железо, у нас ничего не получится. Как у Олега. У Олега ничего не получается. Он пытается сказать, вот, смотрите, наше железо работает таким образом, и это значит... Это ничего не значит, к сожалению. Стоит этому превратиться в привычку, как человек увязает в трясине самообмана и внешней манипуляции. Например, как это делает Олег, ведь он трактует всевозможные банальные научные и не только научные философские тезисы в свою пользу. Он увяз в трясине самообмана и внешней манипуляции, потому что он не предложил в этой статье и во всех своих статьях ничего нового. Ничего того, что он придумал самостоятельно. Все, что он проговаривает, уже когда-либо было. Такой вот он творец у нас. У него о творчестве еще много статей, и мы это тоже посмотрим. Которые тотчас же выдворяются на место, где должна находиться здоровая и сильная способность суждения. Мы лишаем ее необходимой жизненной опоры, если не стараемся внимательно всматриваться в предстающие взору и честно признавать, как обстоят дела, кто мы есть и чего хотим, что нам близко или чуждо. А вот это уже похоже на цитату какой-нибудь девочки из инстаграма. Этим укрепляется склонность к заблуждению. Мы шаг за шагом перемещаемся во все более иллюзорную вселенную, попутно заражаясь целым букетом идеологических паразитов. Проблема в том, что тот же Сократ уже выразил все, что надо было сказать вот по этому поводу. И я вам это уже воспроизвел. Если вы человек разумный, рассудительный, но врете, терпимо, сойдет. Плохо, конечно, лучше быть хорошим рассудителем, умным и не врать. Но если вы все-таки врете, это не очень плохо. Если вы не рассудительный, но говорите правду, вот это как раз и будет заражать целым букетом идеологических паразитов, будет создавать иллюзорные вселенные. И как раз вера в свою правду будет приводить к войнам, к разрушениям, к убийствам, к каннибализму, ко всему, что не нравится товарищу Олегу. Целый букет вам, в общем-то, прилетит за этого. Добавно. Жизнь оказывается... Просто это к лжи практически все не имеет никакого отношения. Вы знаете, просто вот человек берет и рассматривает крайние проявления того или иного явления. Ну, забавно, да, конечно, забавно. Это действительно забавно. Вот у нас есть ложь. И, конечно же, каждый человек, который когда-либо врал, он врет всегда. Всегда врет. На него нельзя рассчитывать. Он обязательно колет вас в спину. Нож в спину воткнет. Либо физически. Либо, конечно же, образно. И, конечно же, именно у него, но он же врет. Он еще и тупой одновременно вместе с этим. У него иллюзорная вселенная будет. Он будет попутно заражать себя и остальных идеологическими паразитами. Ну, потому что вручий человек, он не может быть умным. Он не может быть обладателем истины. Он не может быть, не знаю, рассудительным, рациональным. Он же, конечно же, вот негодяй. Он тупой негодяй. Определенно. Вот, 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 вот вообще никаких других вариантов больше нет. Понимаете? Вот вообще ни одного варианта. Вот такой мир. А тут опять подмена понятия. Да. Хвататься за любую доступную ему правду. Здесь слово «правда» упоминается в значении «истина». Хвататься за любую доступную ему правду. То есть, хвататься за любую доступную ему истину. Просто в русском языке у нас слово «правда» и «истина», они немножко вот так вот прыгают немножко, да. «Правда» это даже иногда как этическое понятие воспринимается, но все-таки не философское понятие истины. Хвататься за любую истину в данном случае было бы правильно сказать. Потому что истина – это то, что есть в мире. Хвататься за любую правильную информацию, за любую истинную информацию. Вот за что должен хвататься человек обеими руками. Просто вот эта вот «правда» в данном контексте, она не имеет ничего общего с этическими императивами, которые были разобраны выше, ничего общего с этическими запретами, которые тоже были разобраны выше. Она не имеет вообще ничего общего с буддизмом, не имеет ничего общего с христианством. Вот эта вот «правда», которую он апеллирует. То есть, да, действительно, когда мы говорим о христианстве, буддизме, буддийских запретах, речь идет о правде как содержание нашего ума. Мы должны выразить правильно содержание нашего ума. Предоставить его вот оппоненту, человеку, любому слушающему нас. А здесь, в данном случае, Олег совершил такую замечательную, прекрасную подмену понятий. Теперь у нас есть интересная, другая, совершенно другая правда. Продолжаем. Тогда этот островок света растет, а зрение становится острее и цепче. Ух, литературно. Помимо свидетельств духовных поисков двух с половиной тысячелетий... А это уже многое значит, особенно тех поисков, которые провел Олег за эти два тысячелетия, перевирая буддизм, христианство и прочие философские учения, и религиозные. Сейчас в нашем распоряжении имеется и строго научное, нейробиологическое подтверждение описанного механизма. Ого! Да, конечно же. Конечно же, две с половиной тысячи лет религиозно, в общем-то, представители разных религий, представители разных философских школ придерживались той же самой позиции, которой в итоге пришли ученые. Конечно. Это уже очевидно. Это бесспорно. Бесспорно, потому что истинно. Как демонстрируют визуализации ФМРТ, акта сознания и затем уверенной, свободной артикуляции трансформируют нашу личность и мозг, структуру нейронных сетей, что постепенно закрепляет одни поведенческие модели и подавляет другие. Проще говоря, большая правдивость с собой и другими напрямую переходит из речи в поступок. Мы с большей легкостью начинаем жить в этой правде. Проблема, опять же, в том, что физиология, нейрофизиология, биология и нейробиология — это не этика. Вот в чем проблема. И люди, которые работают нейрофизиологами, биологами, физиологами, нейробиологами, они не являются специалистами в области этики. Обыкновенно они представляют себе эту сферу довольно-таки поверхностно и очень плохо. И рассчитывать на их какие-то достижения в данной области, ну, просто не приходится. Ну, например, насчет понятия любви. Они считают, что это просто вот гормональное нейро, что-то биологическое, неважно, это не связано никак с культурой, с обществом, нет. Это нечто нейрофизиологии. Это просто вот, ну, не знаю, как бы вам объяснить. Ну, вот так вот происходит, ну, вот все, любовь. Вот это любовь для биологов. Отсекая все культурные трактовки, все философские наслоения, всю мифологию от этого отсекая, всю лирику, поэзию, прозу, все отсекая, ну, вот остается вот это вот. И для биолога вот это вот есть любовь. То же самое с этикой происходит. И для нейробиолога. Вот именно вот этот аспект этики, такой вот материальный, физический, он имеет значение, он может быть проверен. А нравственный аспект этики, то, что изучает сама этика, и то, что изучает практическая этика, все это для нейробиолога, для биолога, нейрофизиолога и прочих замечательных людей, это не их предметы исследования даже близко. Они не могут их исследовать. Они в них ничего не знают. Они книжки даже не читали, которые посвящены данным проблемам. Настоящие философские книжки. Они их просто не видят, не видели их. Они опираются на базовые какие-то обывательские определения. На обывательские представления того, что такое любовь, что такое ложь, что такое правда и так далее, так далее, так далее. Но то есть рассчитывать в данном аспекте на деятельность биологических наук это то же самое, что рассчитывать на какие-то биологические успехи. Когда мы рассматриваем культурологию или религиоведение, ну, все перемешано, все вот так вот смешалось. Продолжаем. Во-вторых, ложь не просто эфемерное колебание воздуха, но поступок, активно меняющий обстоятельства жизни. Иногда к лучшему. Выпущенная на волю, она вынуждается измерять с ней наше поведение и фильтровать слова и реакции, чтобы избежать обличения. Ложь создает специфические ожидания у окружающих. Если речь идет о самообмане или очень хорошем лагуне, то, в принципе, это тоже все не особо обязательно. Влияет тем самым на действия человека. И жизнь начинает зависеть от длинной цепи неправд и недомолвок. Ой, какой ужас. Какой это ужас, конечно же. Как же, какая тяжелая жизнь становится у этого человека, да? Можно сказать, сам себя погубил. Эх, бедняга, бедняга. Эх, как ему нехорошо. Но на самом деле это тоже все не так уж и трагично. Ну, и не обязательно жизнь начинает зависеть от длинной цепи неправд и недомолвок и так далее, и так далее, и так далее. И не обязательно фильтровать все слова и реакции. Все намного сложнее, чем представляет себе Олег. Он не только сажает себя на эту цепь, но и должен бдительно следить за исправностью каждого звена, от чего теперь зависит то, чем он обладает и за что так держится. А теперь обратимся к науке. Наука говорит, что люди так не делают, в принципе. Большинство людей не следят за исправностью каждого звена. Даже не следят за исправностью большинства звеньев. Ну, просто потому что плевать. Потому что обычно действительно очень сильно плевать на это все. Это не имеет никакого значения, и уличение во лжи, и правде от этого тоже не всегда зависит. Опасность лжи в ее свойстве постепенно создавать искаженную структуру внутренней и внешней реальности. Прикольно мы придумали такие понятия, создавать структуру внутренней и внешней реальности. Но нет, тоже, ну, это переоценивание, опять же, лжи как таковой. То есть, действительно, ох ты, ложь, ложь делает нас хуже. Мы становимся просто плохими. Мы сначала лжем, потом убиваем, а потом занимаемся каннибализмом, и тогда наш вид, наши шимпанзе, вот эти вот, вымирают бедные шимпанзе из-за нас, за то, что ты соврал. По факту это не так просто обычно. Мы не должны брать крайние измерения, когда обсуждаем то или иное явление. Ну, только крайние. Нельзя брать только крайние измерения любого явления. И говорить, вот оно вот так. В который мы оказываемся вынуждены играть по чуждым нашему существу правилам. То есть, все более утрачиваем свободу. Ой, свобода! Свобода, это тоже потрясающий термин. Докажи, что свобода есть. Это вообще-то христианский концепт, как бы. Тут про науку просто что-то выше было, да, а тут внезапно свобода. Может быть, еще свобода воли? Или это чисто такая вот либеральная свобода? Политическая. Ну, непонятно, что за свобода, но, на мой взгляд, свобода довольно спорный концепт. Начнем с этого. Играть по чуждым нашему существу правилам. Проблема в том, что человек, в принципе, живет в самообмане. Большинство философских, религиозных, научных учений, все это самообман, по большей части. Да, человек искренне в них верит, и, скорее всего, большая часть и наук, и философских учений, и религиозных учений заблуждаются. Не важно, что говорит правду или ложь, он в любом, ну, или что-то, ну, ложь относительно правды. А он в любом случае произносит ложную информацию. В подавляющем большинстве случаев. Потому что все учения, кроме одного какого-нибудь, скорее всего, ложны. И с науками, ну, очень похожая ситуация. Потому что, скорее всего, все науки тоже на данный момент ошибаются, и... Как-то очень сильно искажают реальную ситуацию. Об этом вы можете узнать в моих видео, посвященных антисайентизму. Их тоже много. Есть под целый плейлист. Посмотрите, пожалуйста. Все, опять же, намного сложнее, чем кажется. Люди идут на компромиссы с сознаваемой ими правдой, соблазнив. Ну, вот, то есть, опять смешивается термин теории познания. В данном случае, правда. Правда это, ну, очень близкое к слову истина нечто. А с другой стороны, есть слово правда. То есть, правда. Которое является этическим концептом. Чисто этическим концептом. То есть, произносить то, что думаешь. То есть, то, что действительно произошло, на твой взгляд. Именно на твой взгляд. То, что ты считаешь правдой, то и правда. То, что ты считаешь истиной, не обязательно истина. А то, что ты считаешь правдой, это правда. Поэтому ты можешь произнести правду в любой ситуации, но это не всегда будет истиной, и даже в большинстве случаев это не будет истиной. Но при этом, да, вот такая вот интересная вещь. А здесь совершается опять подмена понятий. Сначала мы пытались разбирать этическую категорию, а теперь сознаваемая ими правда. ...материальным благополучием, статусом, властью или вниманием конкретного человека. Порой этого действительно удается достичь, однако краткосрочные выгоды оборачиваются долгосрочными потерями. Не обязательно. Ну то есть, по крайней мере, это надо доказать. Само стремление к ним столь дорогой ценой... Столь дорогой ценой. Просто сказать не то, что ты думаешь. Мы должны понимать, что, например, в исламе, а исламисты, ну, представители ислама за всю историю, ну, не славились очень таким хорошим, добрым, замечательным, потрясающим нравом. В общем, обычно они инакомыслящих убивали. И инакомыслящие, которые существовали внутри исламских обществ, они были вынуждены скрывать свои воззрения. И даже некоторые представители исламских течений, которые сильно отличались от основных течений, тоже были вынуждены скрывать свои воззрения. Столь дорогая цена, да? Ну, то есть, можно было бы сказать правду и умереть Или, например, мы живем во времена Советского Союза Мы говорим правду Ну, ребят, мы как бы голодаем У нас еды нет уже год, понимаете? Мы скоро сдохнем Давайте нам что-нибудь вот покушать уже Или давайте свернем проект коммунизма и капитализм все-таки сделаем И тебя тоже расстреливают как бы Сказал правду, молодец Замечательно, хорошо Поздравляю тебя, ты правдолюб Ты замечательен просто То есть, да, краткосрочные выгоды Но потом, но потом, да Но потом вот эти вот мимолетные краткосрочные выгоды Вроде твоей жизни жалкой, никчемной Обернутся долгосрочными ужасными потерями Ты же испортил себя Ты испортил свою жизнь Как ты мог? Как ты мог? Непонятно Основано на ошибочном понимании устройства человеческой психики Нам не... А кто знает устройства человеческой психики? Ну, то есть, это совокупность нейронов, да, получается Ну, замечательно Круто, круто Мы с психикой, конечно, работаем И обязательно там встроен вот такой вот Маячок Который показывает Ну, вот если мы врём Сразу мы начинаем деградировать И сразу превращаемся в таких вот Злых, тёмных шимпанзе Которые убивают представителей своей группы Обязательно это всегда происходит так Уроки психологии от Олега Да, замечательно Приносит прочного счастья то, что противоречит прогрессивной и творческой части нашего «я» Кстати, творчество строится во многом на лжи Божеланным оно не казалось Ложь накладывает печать на род занятий Круг общения Набор тем и привычек Они становятся подчинены фальшивому ориентиру Очень много наставлений Очень много наставлений Невероятно много наставлений Каких-то морализаторов Которые, ну вот Просто сидишь ты из головы их выдумываешь Ну, если ты побреешься на лысо То ты навсегда останешься лысым Если ты будешь всегда лысым То это очень печально скажется на твоей жизни Потому что МРТ показало Что лысые люди живут там в 50 раз меньше, чем волосатые люди Или что-то такое Наука Наука сказала, что лучше носить бороду Потому что еще Сократ носил бороду Если мы сбриваем бороду То сразу это накладывает печать Печать, вот такую темную печать Да, нам приходится каждый день потом брить нашу бороду Утром, вечером, днем Постоянно брить нашу бороду И это становится, ну, просто невыносимо Это становится невероятно отвратительно И мы постепенно портимся Человек... Ну, вот это вот в таком духе рассуждения Я не знаю Аналогия не аргумент И такая аналогия тем более не аргумент Но это вот... Он так и рассуждает просто Он не приводит конкретные аргументы Те аргументы, которые он уже выше привел Они опровергаются, ну, вот просто Студентом-первокурсником философского факультета Легко Любой первокурсник философского факультета Провернет практически все его аргументы Не считая аргументов к МРТ и прочей биологии В которой Олег сам не разбирается Человек попадает в окружение людей Общение с которыми возможно Лишь если он будет значительно редактировать собственную личность Будет коверкать или скрывать какую-то важную правду Порой подавлять самое сильное и ценное в себе Проблема заключается в том, что любое общество строится на таких положениях Ну, то есть, если мы будем говорить всем правду Самое важное и самое ценное о себе Ну, вот прямо сразу Ну, я думаю, с вами просто большинство людей Которые с вами общались, общаться уже не будут Вы потеряете огромное количество друзей Если вы будете вот таким вот потрясающим человеком А если вы потеряете огромное количество друзей Если вы выйдете из всех групп, которые вас окружают Если вы будете таким вот замечательным правдолюбом, как Олег Или я, например То у вас возникнут большие проблемы социализации с общением Как следствие, эволюционно вы выпадете, в общем-то, из вашего сообщества Из вашей популяции А вы станете, как бы так же сказал Олег уже в поздних статьях Омега-самцом или омега-самкой И в данном случае, вот, все будет складываться для вас плохо Потому что вы любите правду То, что вы следуете по пути правды Письмо 49 Ааа, ну нет, 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 нет Опять сбилось Как мне это не нравится Ну давайте крутанем Проще говоря, большая правдивость с собой Они все равно остаются с пустыми руками Дело в том, что недостаточно не врать себе Это будто бы очевидно, хоть и непросто Необходимо сделать следующий шаг И воспитать привычку к активной манифестации доступной нам ясности Недостаточно воздерживаться от лжи тем, с кем нас сводит судьба Требуется сообщать им правду Кто с нами не согласен Замечательно Ну то есть, действительно, ну Инакомыслие Великие, когда вы вот эти великие, замечательные пророки Ну, наверное, только буддисты не убивали толпа людей Инакомыслящих Вот ты приходишь к буддисту И говоришь Ну вот, я на самом деле джайн Но он тебя не убьет, хорошо Приходишь к мусульманину Слушай, ну я джайн Я не собираюсь верить в Аллаха И все До свидания Опыт двух тысяч лет Поздравляю вас Замечательно Недостаточно не врать себе Нужно ко всем подходить и говорить Слушай, я шедовист Представляешь Я Я не верю в твоего там Не знаю, не верю в то, что ты веришь И то, что ты веришь, на самом деле фуфло, например Понимаешь, вот моя правда Не жди от меня чего-то там такого Чего вот не следовало бы Да? Отлично Замечательно Потрясающие ориентиры И такая революция просто Великих пророков Они не ограничивались этикой воздержания И дальше всех здесь пошел Будда Пройдя обучение сперва джайнизму А потом йоги у Аллары Каламы Он отверг их все В немалой степени это произошло По этой самой причине Джайны, йоги Как и остальные Учили его, что дабы добиться личной трансформации Счастья и избавления от сансары Нужно очистить себя от лжи Будда осознал, что этого мало И нужно деятельно утверждать правду Они учили, что нужно воздерживаться От причинения вреда Будда понял, что этого мало И требуется деятельно способствовать благу И так со всеми остальными правилами Которые те проповедовали Каждому очевидно, что корректное знание является жизненной необходимостью Практически все утверждения, которые начинаются со слов Каждому очевидно, являются ложными Это я вам вот говорю сейчас заранее, чтобы вы понимали Любое утверждение, которое начинается каждому очевидно Оно ложное просто по определению Не может быть такого осуждения, которое очевидно каждому Есть, во-первых, умственно отсталые Есть философы Есть люди-представители различных религиозных взглядов Различных философских взглядов То есть нет ничего, что является каждому очевидным Ну, например Каждому очевидно, что корректное знание является жизненной необходимостью Агностики, скептики, софисты не считают, что корректное знание вообще возможно Как следствие, невозможна жизненная необходимость Что по определению невозможно Получается, Олег опять сказал чушь полную Абсолютно полную чушь, которая не имеет никакого отношения к действительности Если вы агностик, скептик или кто-то там еще Либо человек, который по-настоящему критически мыслит Для вас это, скорее всего, не очевидно Ну, поскольку вы, скорее всего, подвергаете сомнению корректное знание То есть вряд ли, может быть, у вас найтись такое знание, которое являлось бы корректным От него зависит, до какой степени мы можем добиться благополучия и свободы Поскольку последнее представляет собой меру способности человека Проявлять высшие возможности своей природы Чтобы наше поведение пребывало в согласии с миром и нашим естеством Нам требуется знание о них и знание о себе в самую первую очередь В этом смысл известных слов Христа из Евангелия от Иоанна Ооо, то есть мы уже занимаемся германефтикой Неплохо, неплохо Неплохо, Олег, ты экзегет на самом деле Вкладываем уже смысл в слова Христа Познано Познаете истину, и истина сделает вас свободными Истина И правда Истина Бог Правда То, что вот я думаю, что я хотел бы То, что у меня в голове находится, например Этическая категория И гносиологическая категория Этическая категория И онтологическая категория Бог Чувствуете разницу, наверное, или не чувствуете? Просто здесь все понятия так перемешались, что, ну вот Это очень плохая статья Но это действительно, это очень плохая статья В ней очень много воды И самое главное, очень много ложной информации Истина В той мере, в которой она доступна Нашей способности суждения В каждый момент времени Дает видение верного маршрута О следовании ему И равнозначно свободе Я не понял смысл этого выражения, на самом деле По-моему, это чушь опять Истина В той мере, в которой она доступна Нашей способности суждения В каждый момент времени Дает видение верного маршрута О следовании ему и равнозначно свободе. Как это относится к теме лжи? Непонятно. Можно ли лгать и при этом владеть истиной? Ну, в теории, наверное, можно. Так вот, истина в той мере, в какой она доступна нашей способности суждения. А что, если она недоступна вообще? Агностики так считают, скептики сомневаются, так это или нет. Это софисты, в принципе, тоже. Там и релятивисты есть, и агностики, и скептики. Так, кстати, я релятивистов постоянно забываю. Релятивисты тоже не считают, что истина в той мере, в какой она доступна нашей способности суждения. Не считают, что истина доступна нашей способности суждения. А доказать, что истина вообще, в принципе, доступна нашей способности суждения, мы тоже не собираемся. И тут такой быстрый, такой замечательный, причем в каждый момент времени, да. Мы просто вот должны не выпадать из истины. Просто постоянно быть в истине. И истина в истине, и внутри нас, и мы все с истиной вот так вот постоянно обитаем, бытуем. Замечательно. Замечательный, потрясающий набор слов, которые не имеют никакого смысла. Ни философского, ни религиозного, ну просто никакого. Это просто чушь написано. Дает видение верного маршрута. Оследование ему и равнозначно свободе. Ну то есть я не понимаю, он христианин, он сиентист, он философ. Ну на самом деле он никто просто. В данном случае, ну, это человек, у которого в голове происходит некоторая каша. Все перемешалось. Он не понимает, каким, в общем-то, ниточкам тянуться. Вот тут христианство, свобода, 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 воли, воли, свобода, наука, здесь наука. Ох, МРТ, МРТ. Шимпанзе, конечно, шимпанзе обязательно. Без шимпанзе ни одна статья в итоге не обойдется. Да. Счастье, творческую мощь, смысл и свободу мы вкушаем не при отсутствии обязательств и долга. Они обретаются в движении в продиктованном нашим существом направлении, в естественной зависимости. Что менее очевидно, но все-таки совершенно верно, так это необходимость не отводить глаз и давать собственному знанию выражение, поскольку сам этот акт обладает колоссальным преображающим потенциалом. А на самом деле, да, зачем вообще была вся эта философия нужна? Зачем? Вот два... две тысячи лет люди занимались философией. Создавали какие-то методы познания. У них были разные теории познания. Они разрабатывали различные логические системы, разрабатывали различные методы поиска истины. Зачем все это было? Зачем даже наука нужна, если... Если... Что не менее очевидно, но все-таки совершенно верно. Совершенно верно. Ну, мы не будем этого доказывать, но это не менее очевидно, но все-таки совершенно верно. Я написал какую-то херню, но она при этом не менее очевидна, но совершенно верна. Так вот. Так это то, что вот необходимость не отводить глаз и давать собственному знанию выражение. Вот это надо делать. У нас есть необходимость не отводить глаз и давать собственному знанию выражение. Вот почему? Зачем нужны науки? Зачем философия нужна, если у нас есть собственное знание? Это же интуитивизм получается. Есть такое философское течение, да, действительно. Но автор просто к нему не отсылает. И ничего не доказывает. Ну, а что нам доказывать? Вот даже письма самому себе. Себе можно и не такое написать. Боже, когда уже эта статья закончится? Конечно, правдивость не есть безошибочный этический компас. И не существует столь конкретных и одновременно универсальных принципов, пригодных во всякой ситуации. Тем не менее, воля к правде есть надежное руководство к действию, к которому следует прибегать много чаще, чем человек привык, по сугубо практическим соображениям. Если мы хотим быть, а не казаться... Это фразочка из Инстаграма. Быть, а не казаться. Ну, вы понимаете, да, философ, который оперирует. К фразочкам из Инстаграма это уже очень высоко. Это очень сильно. Там еще будет статья в духе, в здоровом теле, здоровый дух. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая высокая, замечательная, взрослая философия. Если мы стремимся к счастью и творческой самореализации, обрести их получится лишь в свободе и естественности. Что такое счастье? Что такое творческая самореализация? Ну, поскольку Олег не имеет определения творчества, для него творчество это вообще все абсолютно. Там, не знаю, сапог сделать уже творчество и творческая самореализация. У него довольно примитивные представления о творчестве. Ну, вообще никак не соотносится с настоящими понятиями творчества. Все довольно у него просто в этом аспекте. Что такое свобода и что такое естественность? Сразу куча терминов, которые не объяснены. Которые просто появляются, как, не знаю, маркеры для тупых людей. Ох, свобода, свобода, ура, 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 свобода. Ой, естественно, естественно, естественно. И тут тоже самое, не знаю, самореализация, творчество, творчество. Мы же все творческие. Мы все абсолютно творческие. И поэтому нам творчество тоже нужно. Вот это чисто маркеры для тупых людей и счастья. Счастье, творчество, свобода, естественность. Маркеры для людей, которые вот и являются, видимо, основными поклонниками вот этих вот статей. Ну, потому что это действительно очень низкий жанр. Последнее же невозможное, когда мы привыкли избегать открытой манифестации правды перед самими собой и во внешнем мире. Почему они невозможны? Да, почему? Это, опять же, нигде не объяснено. Просто куча утверждений. Утверждения за утверждением, утверждения за утверждением. Причем утверждения, которые так или иначе могут быть подвергнуты фактическому осмыслению в соответствии с религиоведением, с культурологией, в итоге оказываются ложными. Скорее всего, суждения, которые так или иначе связаны с биологией и нейрофизиологией, тоже являются ложными. Ну, потому что я не верю, что Олег, имеющий философское образование, допускает огромные косяки в трактовках религиоведческих каких-то позиций, культурологических. При этом говорит нам правду с точки зрения биологии. Вот я просто не верю, я не могу в это поверить. Они невозможны, когда мы искажаем ее или запрятываем, чтобы подладиться под людей и обстоятельства, и загнали себя в положение, где без этого не обойтись. Конечно, какие-то люди и даже части нас самих будут этой честностью отсеяны. Но хотя это может быть тяжело, в конечном счете, такие перемены всегда к лучшему. Адольф Гитлер тоже так считал, что некоторые люди должны быть отсеяны честным национал-социалистическим движением. Почему бы и нет? Общение же с оставшимися от нее только выигрывает, ибо встает на прочный фундамент и становится действительно аутентичным. Осмеливаясь быть честнее, мы, бывает, терпим то, что кажется убытками. Мы не получаем того, что нам будто бы нужно, или утрачиваем то, что берегли. В ретроспективе оказывается, что по большей части убытки эти – исчезновение опухолей и чужеродных наростов на теле нашего «я». Отделение их болезненно, как всякая хирургическая операция, но за болевым шоком следует огромное облегчение, и оказывается спасена жизнь. Те же утраты, что вполне реальны, все равно меньше и случаются они куда реже, чем когда мы идем на сделки с тем, что считаем правильным, и шаг за шагом сбиваемся с указуемого нашим внутренним компасом пути. Ну вот, лирика, в общем, лирику вы послушали в конце, лирика симпатичная, симпатичная. Пусть она основана на абсолютной лжи, пусть она не имеет никакого смысла, пусть все, что было написано выше, наполовину вранье, наполовину глупости, не имеет тоже никакого значения ни для философии, ни для науки. Ну и даже для обывателя, ну понимаете, что предлагать людям, обывателям статью философского характера, ну то есть люди, которые не разбираются в философии, они читают ее, смотрят и потом сталкиваются с такими вот тупыми утверждениями, вот правдивость является высочайшим моральным императивом, это мы находим в основании всех мировых религий и большинства философских учений, и вот такие вот фразы читать абсолютно ложные, но вот абсолютно не соотносящиеся ни с какой реальностью. Вот им приходится кушать вот этот вот порожняк, так скажем, действительно это отвратительно. Здесь очень много воды, хомо сапиенсы, шимпанзе, это можно все сократить, Будда, Лаудзы, Сократ, ну просто давайте всех упоминать, не знаю, Будда, Лаудзы, Сократ, Ницше, Кант, Шопенгауэр, не знаю, кто там еще, не знаю, Уайтхэт, все пришли, все собрались, Витгенштейн, не знаю, Вася Петров из пятого подъезда, он мой друг, он тоже был философом, и вот все они, все эти основатели, пророки великих религий, особенно Вася, вот они, они, конечно же, были за правду. А еще, знаете, кто был за правду? Бодров. Бодров был за правду, все, все, это все, что нам нужно знать вообще во всем о правде. И МРТ, МРТ тоже за правду, понимаете, МРТ, конечно, это супер доказательство того, что врать нельзя, это вредно. МРТ это, да, весомые аргументы, весомые аргументы, очень много весомых аргументов. Недостаточно не врать себе, хотя этого сложнее всего на самом деле достигнуть, что такое врать себе, тоже довольно-таки странный концепт, и возможен в некоторых системах определения лжи. Ну, то есть, врать себе, это значит произносить для себя те фразы, ну, какие-то ты на самом деле не думаешь. Я не знаю, это же сразу парадоксально начинается, очень парадоксально. Самообман вообще интересный, интересный вопрос, интересная концепция, возможен ли он вообще. Я бы почитал, например, статью на тему, возможен ли самообман, и как он возможен. Вот это было, возможно, интересно. Вот еще трактовки слов Христа, причем здесь наблюдаются постоянные подмены понятий, истина, правда, правда в значении, значении, ну, этическом, и правда в значении, в общем-то, гносиологическом. Все настолько перемешано, все настолько пошло и плохо, что, ну, с этой статьей, не знаю, не знаю, что с ней делать, очень плохая статья. Двойка, двойка по философии, двойка по религиоведению, двойка по культурологии, автору данной статьи. Еще, наверное, двойка по биологии и нейрофизиологии, но это уже не мне оценивать, это оценивать уже профессионалам. Пусть они выскажутся, но там, наверное, тоже свои косяки есть, и эти косяки довольно-таки значительные. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok